Сегодня в актовом зале администрации Каспийска состоялось заседание антитеррористической комиссии. Его основными темами стали обсуждение результатов деятельности по защищенности городских объектов и мест массового скопления людей за 2022 год, а также планов на 2023. В своем приветственном слове глава муниципалитета Борис Гонцов рассказал об итогах проведения совещания о Национального антитеррористического комитета, которое прошло на днях в Махачкале. Немаловажный вопрос был отмечен о том, что украинскими спецслужбами силами информационных противоборств были спланированы попытки проведения акций протеста, которые были предотвращены. С первым докладом выступил заместитель главы администрации Арсен Шерифов. Он сообщил, что в течение года на территории Каспийска было проведено 55 занятий по эвакуации в школах и организациях. Кроме того, специалисты провели проверку 102 объектов возможных террористических посягательств. О работе по патриотическому воспитанию детей рассказала директор Центральной библиотечной системы Каспийска Мадина Тимирова. Она отметила, что библиотека совместно с Движением Матери России ведет активную работу по предотвращению распространения террористической идеологии, вовлечения законспирированных ячеек среди молодежи. Активизируется деятельность клубных объединений. Одним из важных составляющих работы в данном направлении является нравственное и патриотическое воспитание молодежи на идеалах героизма и подвига советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Также руководители городских гимназий и колледжей представили доклады об обеспечении образовательных организаций необходимыми материально-техническими устройствами. Кроме того, они рассказали, что в заведениях регулярно проводятся патриотические акции, минуты памяти в честь героев, просмотр документальных фильмов и собрания. На собраниях раскрываются такие темы, как действия при обнаружении подозрительных предметов, действия при угрозе террористического акта, правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники. Регулярно проводится работа по обновлению информационных стендов и уголков безопасности. В завершении совещания Борис Гонцов отметил, что в 2023 году будет уделено внимание разъяснительной и профилактической работе с обучающимися старших классов и первокурсников, поскольку они наиболее подвержены влиянию. Помимо этого, власти будут активно привлекать религиозных деятелей и представителей СМИ к воспитанию и просвещению молодежи. Анастасия Сидоренко, Гаджи Гаджиев, Новости, телеканал Среда.